Доброе утро на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Шаратон-Плаза в студии Маргариты Гафарова. Промышленный технопарк «Мастер» в Туймазах включили в реестр Министерства промышленности и торговли России. Это означает, что площадка соответствует требованиям федерального ведомства. До 2024 года территорию планируют модернизировать, отремонтировать цеха и офисы на общей площади 24 тысячи квадратных метров. С инвесторами выступают «Республика» и компания «КамАЗ». Общая стоимость проекта оценивается в 1 миллиард 300 миллионов рублей. На территории технопарка планируют разместить в свои производства три потенциальных резидента. В дальнейшем их число намерено довести до 10. Всего компании-резиденты Туймазинского технопарка могут создать 500 рабочих мест и обеспечить совокупную годовую выручку в 11,5 миллиардов рублей. После включения площадки в федеральный перечень, резиденты смогут рассчитывать на дополнительные налоговые льготы и преференции, добавили в Минпроме. Ранее в реестр вошли три индустриальных парка – Уфимский, Нижегородский и Промцентр. Количество безработных в республике сократилось на 9% или 2000 человек с начала года. Снижение удалось достичь, в том числе за счет финансовой поддержки работодателей, отметил премьер-министр Андрей Назаров. Всего на поддержку регионального рынка труда направили около 4 миллиардов рублей, в том числе полтора миллиарда из регионального бюджета. К мероприятиям присоединились около 1400 работодателей Башкортостана, две трети из них уже получили субсидии в 720 миллионов рублей. На сегодняшний день уровень безработицы в регионе составил 3,6%. Это исторический минимум для Башкортостана, начиная с 1993 года. Кроме того, мы отмечаем такой факт, что за последнее время вырос уровень занятости населения республики Башкортостан. На сегодняшний момент он составляет 57,4%. За последние пару месяцев мы привавили целый процент. Кроме того, мы видим оживление со стороны работодателей. Если на конец июля у нас было порядка 44 тысяч вакансий, то на сегодняшний момент 46 тысяч 700. Кроме того, в республике реализуют региональную программу профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения. В этом году 26 работодателям выделили 161 миллион рублей на переобучение сотрудников. В результате работу смогли сохранить около тысячи человек. Задолженность районных УЖХ ОФИ за техобслуживание внутридомового газового оборудования на сегодня превысила 25 миллионов рублей, а за диагностирование почти 3 миллиона. Как сообщили в столичной мэрии, рост задолженности связан в том числе с нежеланием некоторых собственников оплачивать эти расходы. В итоге организации, которые проводят диагностику внутридомового газового оборудования, без оплаты не выдают заключение. А «Газпром» газораспределения УФА в этом случае вынужден приостановить подачу газа. Чтобы избежать подобной ситуации, в мэрии предложили два варианта проведения работ по замене оборудования. На основании утвержденного пятилетнего графика проведения диагностирования ВДГО, зарядные информируют жителей о необходимости определения источника финансирования этих работ на общем собрании собственников в помещении данного МКД. Выйти с предложением о включении работ по замене ВДГО в виды капремонта в республиканский план капитального ремонта по городу Уфе. В 2022 году запланировано техническое диагностирование внутридомового газового оборудования в 925 домах Уфы старше 30 лет. 657 уже проверили, по большинству из них получили заключение. Вместо положенных квартир сиротам предложат денежные сертификаты. Депутаты госсобрания планируют изменить форму предоставления льготного жилья. Поправки в законопроект предлагают нуждающимся выбрать, ждать квартиру или получить сертификат на его приобретение с полугодовым сроком действия. Сумма, заложенная в сертификате, рассчитанная из средней рыночной стоимости квартиры, площадью в 33 квадратных метра. Так, во втором квартале этого года социальная выплата бы составила около 2,5 миллионов рублей. Покупатель сможет добавить собственные средства, материнский капитал или взять льготную ипотеку. На данный момент это дает большие права для таких ребят, потому что это есть место, в котором вы уже работаете, где, возможно, живет ваша семья. И, конечно же, в первую очередь дает возможность реализовать свое жилищное право. И, во-вторых, находиться там, где есть место жительства, работа и любимые люди. В то же время, по мнению учредителя фонда «Наши дети» Ольги Власовой, неясными остаются нюансы, связанные с реализацией данной услуги. Будет ли достаточно просто погасить этот сертификат? Хватит ли денег в бюджете на то, чтобы погашать выданные сертификаты? Не возникнет ли больших юридических сложностей с этим погашением? Можно ли будет их гасить на вторичном рынке жилья или только при покупке жилья в новостройках? Все эти вопросы могут привести к тому, что продавцы квартир будут отказываться получать оплату жилищным сертификатом, либо завышать цену на квартиру при оплате жилищным сертификатом. В обосновании к законопроекту говорится, что ежегодно жильем обеспечивается не более 18% от числа нуждающихся. Не исполнены более 800 судебных решений об обеспечении жильем детей-сирот. За прошлый год прокуратура республики выявила 93 факта предоставления квартир, не отвечающих техническим и санитарным правилам. Природоохранная прокуратура оштрафовала уфимскую компанию «Урал-Мостострой» на 800 тысяч рублей. Предприятие складировало мусор на берегу реки Белый вблизи производства. В ходе проверки на глубине двух метров были обнаружены металлические бочки с краской и шпатлевкой с истекшим сроком годности, а также большое количество строительного мусора. При этом береговая территория промплощадки не оборудована для охраны реки от загрязнения. Предпринимателя привлекли к административной ответственности по двум статьям. По требованию природоохранного прокурора предприятие «Урал-Мостострой» привлечено к административной ответственности за несублюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, а также за невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон сооружениями, обеспечивающими их охрану. По данным РБК-компании, выручка предприятия в прошлом году составила 3 млрд 830 млн рублей, чистая прибыль 21 млн, на нем трудится порядка 3400 сотрудников. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Продолжение следует...